Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Меня зовут Инна, и я здесь для того, чтобы помочь вам пройти интервью на гражданство. И, конечно, получить паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки с первого раза. Это, наверное, самый желаемый документ для любого эмигранта, который приехал в Америку, прошел все этапы эмиграции, и сейчас хочет закончить ее в статусе гражданина страны. Итак, дорогие друзья, тема сегодняшнего нашего с вами занятия, тема сегодняшнего урока – это мифы о вопросах. Have you ever? Из формы N400, Application for Naturalization. Вы знаете, я вчера смотрела интернет, и я обратила внимание, что очень много видео, которые есть в интернете, имеют огромное количество просмотров, и они учат следующему, что если вы слышите такие слова, как Have you ever? Вы должны ответить No, Never. Я, дорогие друзья, вы знаете, уверена абсолютно, что офицеры, они такие же умные, особенно супервайзеры, как и я, и они смотрят в интернете, что происходит, они видят, как на YouTube можно подготовиться к интервью на гражданство, и, естественно, в их инструкциях, в их рекомендательных письмах есть одно важное правило. Человек должен не просто, как попугай, отвечать на какие-то вопросы, а человек должен понимать, что же у него спрашивают. Итак, вот этот миф Have you ever? Да, были ли вы когда-то? И вот этот ответ No, Never не соответствует действительности. Ребята, никому не верьте, если вам говорят, что если ты слышишь Have you ever, то отвечай No, Never. Нет никогда. Конечно же, ребят, для того, чтобы правильно ответить на вопрос, необходимо понимать этот вопрос. Давайте с вами пройдемся по типу вопросов Have you ever? Это у нас, конечно же, Application for Naturalization форма N-400. И таких вопросов у вас очень много в разных частях этой анкеты, но особенно их много в 12-й части анкеты по натурализации. Итак, давайте с вами посмотрим. Ну вот первый вопрос. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? Если вы слышите такой вопрос, Have you ever? Вы когда-либо, когда-нибудь заявляли, клеймили себя, называли себя голословно, что вы являетесь гражданином Соединенных Штатов Америки? Конечно же, ребята, на такой вопрос, потому что вы сейчас являетесь людьми, которые держат грин-карту, грин-карт-холдер, конечно же, вы должны ответить No, Never. Итак, ребята, нам офицер задает вопрос. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? И в этот момент вы должны сказать No, Never, Mr. Officer. I'm not a U.S. citizen. Я не гражданин Америки. I'm a lawful permanent resident. Таким образом, на вопрос Have you ever claimed to be a U.S. citizen? Вы отвечаете No, Never, и потом идете в полный ответ в этом вопросе. Почему, ребята, нужно полным ответом отвечать? Да потому что вы можете просто не понять вопрос офицера четко. А уж если вы отвечаете полным вопросом, офицер поймет, понимаете ли вы то, что вы говорите. Вот посмотрите, такой вопрос. Have you ever used a different name? Вы когда-то использовали другое имя? Посмотрите, начало ответа то же самое. Have you ever? И по логике того, что я очень много вижу в интернете, вы должны вот закричать сразу No, Never. Но это будет не соответствовать, ребята, действительности. Итак, have you ever used a different name? Вы когда-то использовали другое имя? Конечно же, все девочки должны сказать в этот момент Yes, Mr. Officer, my maiden name is. Мое девичье имя есть. И назвать свое девичье имя. И потом вы, видимо, меняли свои имена, потому что вы выходили замуж, разводились. Если вы мужского пола, да, Have you ever used a different name? Вы использовали другое имя? Вы, конечно же, должны сказать No, Never. I never used a different name. Я никогда не использовал другое имя. Но это касается только мальчиков, которые не меняли мужчин, мальчиков, юноши, которые не меняли. Девушки же, как правило, меняют имена, когда они выходят замуж. Поэтому для ребят этот ответ No, Never. А для девочек, девушек, женщин этот ответ Yes, my maiden name is. И вы должны сказать свое девичье имя, а потом сказать, например, в первом браке, во втором браке, какие имена у вас были. Давайте посмотрим на следующий вопрос. Have you ever helped a person? Вы когда-либо помогали человеку? Смотрите, офицеры, они знают, что вы можете на вот это повестись. Have you ever helped? Но вы же должны понимать суть вопроса, да? Вы когда-либо helped any person? Вы когда-то помогали любому человеку? Конечно же, в течение своей жизни вы помогали своим соседям, своим друзьям, своей семье. И в этот момент вы должны сказать Yes, Mr. Officer, I helped my neighbors. Я помогал моим соседям. I helped my parents. Я помогал моим друзьям. Или I helped my family. Я помогаю моей семье. И, конечно же, здесь нельзя кричать на Have you ever? No, never. Потому что, естественно, как любой хороший человек, вы всегда стараетесь помочь другому человеку. Посмотрите следующий вопрос. Have you ever been married before? Вы когда-либо были женаты или замужем до этого брака? Допустим, имеется в виду. Если вы были замужем или женаты два раза, то, конечно же, вы должны сказать Yes, Mr. Officer, I was married и назвать дату, когда вы были замужем. Безусловно, на Have you ever been married? Вы не можете просто закричать No, never, потому что это будет звучать очень неразумно. Итак, Have you ever been married before? Если действительно вы не были замужем до этого момента, вы должны сказать No, never. Но, как правило, большая часть из вас была уже замужем или женаты. И, конечно же, вам нужно назвать даты вашего брака, когда вы вышли замуж. Если вы, не дай бог, развелись, то когда вы развелись. Ребята, Have you ever voted in the United States of America? Вы когда-то голосовали в Соединенных Штатах Америки? Вот тут четко и громко нужно говорить No, never. Но я вам хочу сказать, что одного этого ответа не хватит. Вам нужно полным предложением идти к офицеру, и вы должны сказать No, never, Mr. Officer. I never voted in the United States of America. Я никогда не голосовал в Соединенных Штатах Америки. Дальше офицер у вас может спросить, почему. Дальше у вас офицер может спросить, а кто может голосовать? И дальше офицер у вас может спросить, а почему только американцы могут голосовать? И вы, конечно же, четко в одном предложении должны это ответить. Have you ever been arrested? Вас когда-либо арестовывали? Если, ребята, слава богу, вы не были arrested, то вы спокойно говорите No, never, Mr. Officer. I never been arrested. Если это случилось, вы должны, конечно же, подтвердить, что вы были арестованы. Итак, ребята, что я вам хочу сказать? Важно, очень-очень важно слушать вопрос до конца, понимать вопрос до конца, и, конечно же, адекватно реагировать на этот вопрос. Не ведитесь на вот эти три слова Have you ever? Не верьте, если вам говорят Have you ever, yes or no? На самом деле Have you ever? И слушайте дальше, что же вам говорит иммиграционный офицер, потому что здесь может быть очень много подвоха, где вам нужно очень четко, полным предложением объяснить, что вы имеете в виду по этому вопросу. Конечно же, для того, чтобы правильно ответить и максимально гарантировать себе успешный результат к интервью на гражданство, я приглашаю вас на программу к интервью на гражданство, которую я веду. Я веду эту программу подготовки уже много лет. Я знаю абсолютно все вопросы и ответы, как нужно на них четко в одном предложении отвечать. Я знаю, как вас научить пройти интервью на гражданство, как вас подготовить, потому что я много лет готовлю людей с нулевым, начальным или даже хорошим уровнем языка, если они четко не знают, как правильно отвечать на вопросы офицера. Поэтому я вас приглашаю на нашу программу. Звоните, пожалуйста, на телефон 954-470-3588. Или, если вы уже готовы, проходите, пожалуйста, по ссылке для того, чтобы приобрести программу www.english2dream.com.group. Вы знаете, ребята, я вам хочу честно сказать, я подготовила очень большое количество людей уже. Я горжусь тем, что все мои студенты отзываются очень высоко о программе подготовки и о том, насколько эта программа изменила их. Я вас жду на своих занятиях. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok